Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 апреля. Вот сегодня у меня очень серьезная, ответственная процедура. Я буду вот эти томаты здоровые переваливать в емкости с большим объемом грунта. Кому-то достанутся 5-литровые ведерки, кому-то достанется литровый вот такой. В 5-литровых будут по 2, в литровом 1. Потому что много ведер, вы сами понимаете, ставить некуда в это время. И хочу еще на что обратить внимание. Перевалку в большие ведра я делаю только тогда, когда наступает тот период, когда можно будет их оставлять здесь в теплице. Вот сегодняшние ночи они у меня стоят в теплице, потому что вы понимаете, что в ведрах дома их хранить, конечно, негде. Как только в теплице я оставляю, начинаю переваливать в ведра. Я сейчас что буду делать, буду все подробно рассказывать и показывать для тех, кто не делал это ни разу. Ну и как всегда мы начинаем старые. Вот ведра купила заранее специально для того, чтобы дать условия вот этим первым посевам. Конечно, всегда делаю дырки. Перед тем, как их загрузить туда, убираю нижние листья, которые придутся, ну туда, в грунт, который заглублять буду. Все, грунт у меня наготовлен. Сейчас несколько сделаю, покажу и объясню. Когда я соединяю томаты в ведро, то всегда выбираю саженцы примерно одинакового размера. Только поэтому, не соединяя их заранее, вот видите, они у меня прям, как вот эти уже посадила, одинаковые. Поэтому не соединяю заранее, потому что если более крупное растение попадет, ну как, они могут по-разному развиваться. Одно быстрее, другое медленнее. И более крупное будет забивать малыша. Поэтому я по парам, когда делю, обязательно смотрю на внешний вид. И еще, когда начинаю заглублять их, вот в ведро высаживать, на дно насыпаю грунта, потом расставляю их в разные стороны. Вот так вот. Тогда при высадке в открытый грунт у них будет больше площадь охвата, вот корневой системы. Ну, короче, чтобы они не сильно мешали друг другу. И еще потому, что я же выращиваю в коловой культуре, у меня здесь посередине должен войти кол в промежутке между ними. И вот когда я их вот так выставлю в разные стороны ведерка, тогда уже засыпаю грунтом. Ну, тут, конечно, технология очень простая. Просто полное ведро насыпаю, немножко так придавлю ладонью. И потом, когда будет полив, полью сверху, то вот это как раз от кромки ведра и до грунта, это вот тот промежуток, который должен оставаться для удобства полива. Если сильно много набрать грунта, то, конечно, вода будет переливаться через край. Оставляю всегда 2 сантиметра, чтобы лейку раз туда носик наклонил, налилось полное до борта, и она дальше туда пройдет. Потому что сейчас будет жаркий период, поливать придется часто, в теплицах здесь жарко. Тут у меня сейчас освещение не очень, потому что я сижу под, видите, сижу под стеллажом, там у меня рассада. Ну, никуда перенести я больше не могу, потому что у меня ванна неподъемная. Кому надо, надеюсь, вы увидите, но я сразу извиняюсь, что качество видеосъемки будет, как всегда, не очень в рабочем режиме. Все, извиняюсь, буду дальше. Сейчас я вот показала, как я ведра раскладываю. Дальше покажу, как раскладываю вот в такие вот литровые пакеты. Когда я раскладываю в литровые пакеты, у них тоже увеличивается объем грунта, будет нарастать корневая система, но зато их можно потом высадить хоть по одному, хоть по два в лунку. Там уже будем, а вот эти вот, там я буду смотреть, как захочу, а вот эти вот, которые уже сдвоенные, это уже все, они готовятся специально для высадки 2 томата в одну лунку. Ну вот, все наши томатики сели по ведеркам, по парочкам. Теперь они уже не кажутся такими вытянутыми и высокими, снова они стали коренастенькими. И этот способ считается щадящим, потому что мы вот этот земляной ком не разрушаем. Я вынимаю его, ставлю в ведерко, засыпаю грунтом. Это очень такой, ну безобидный, самый безобидный. Томаты даже его не чувствуют, они не болеют после него. Я вот и поливать вот эти не буду, потому что смотрю, если земляной ком у томата первоначально увлажненный, то я поливать его не буду. Буду поливать потом вместе со всеми, когда они пересохнут. Вот эта перевалка в ведерке. Ну и естественно, что я занимаюсь таким делом только с небольшим количеством томатов, потому что это и по месту, место много занимает и трудоемко. Но именно на этих томатах я рассчитываю получить самые первые плоды. В случае с магазинными пакетами для рассады, все происходит у меня по такой же схеме. Так, сейчас я вам покажу. В прошлом году интересовались, что это за пакеты. Это вот просто написано, пакеты для рассады. У них тут также дренажные отверстия, они делаются четырехугольные, раскладываются вот так. Но я их применяю очень редко только для первых, вот таких самых ранних, потому что вот видите, как хорошо они сели прям в эти пакетики. Они четырехугольные, вот так по две, по две я в лоток сейчас наложу. Я уже в прошлом году показывала, что я, если мне нужны тары большего объема, я пакеты могу скрутить сама из полиэтиленовой пленки. Вот эти я, на крайний случай, они у меня всегда лежат, для самых-самых первых. По такому же принципу, как и в ведро. Немножко насыпаю туда грунта, ставлю, освобождаю из стакана, ставлю туда сеянец и засыпаю равномерно. Вот поэтому я грунт делаю такой сыпучий, чтобы он был как бы, чтобы вот он в пространство между земляным комом старым и вот этим пакетом вот туда просыпался. И вот когда я насыплю сейчас, я буду понемножку как утрамбовывать, ну приминать, насыплю полный стаканчик вот этого грунта, сделаю так, чтобы сеянец был ровно посредине, немножко приминаю вот так руками, сегодня я даже поливать не буду, потому что, еще раз повторю, это же без повреждения корневой системы не нужно им. Грунт влажноватый, завтра выйду, все полью. Вот так они выглядят в литровых пакетах, то есть тут каждому растению достанется по килограмму или по литру грунта, а здесь пятилитровая ведерочка, тут примерно столько же, потому что ведро не полное, ну тут четыре с половиной, наверное, литра есть, то есть, а, тут по два, да, тут-то у нас выходит по литру, а тут по два литра. Ой, что-то я засомневалась, пакет какой-то большой, может он тоже двухлитровый, но я потом посмотрю, скажу вам. Ну вот здесь я точно знаю, пятилитровое ведро, значит по два килограмма грунта, или по два литра, как некоторые выражаются, они получили. Значит, я надеюсь, что я создала им все условия, и я надеюсь, что они у меня скоро зацветут, будем ждать теперь цветочки. Теперь меня цветы не будут пугать, потому что когда мало грунта и растение цветет, оно обессиливается, питания не хватает, а когда у него целое ведро такого жирного, хорошего грунта, оно может зацвести и завязать даже помидорку, я не буду им препятствовать. Ну вот и закончилось переселение из старой тары, то есть из старого ветхого жилья в новые. Кому-то достались новые ведерки, кому-то достались просто вот такие пакетики, но все равно это больше, чем полкилограммовый стакан. Заниматься этим или нет, конечно, каждый решает сам. Но я хочу вам сказать, что если бы я сама себя послушалась очередной раз, и в очередной раз, вернее, не посадила бы вот эти вот, которые не толстоногие, если бы у меня были только толстоногие, то у меня бы сейчас не было никаких проблем. Вот Настеньку и Демидова я только вчера или позавчера, вот буквально на днях, только высадила в полкилограммовый стакан, и они вполне могут дожить до высадки в грунт вот в таких полкилограммовых стаканах. Так что это я сама себе вот такие вот проблемы наживаю, но не то, что наживаю, но мне это интересно, я этим занимаюсь, мне это нравится. Вообще интересно, сейчас сижу, оглядываюсь назад, я уже говорила, до чего же в апреле разная рассада, когда уже все, вот такая для тоннелей, вот такая для теплицы, выращивания в теплице, вот это ранние толстоногие, вот эти я уже, ой, извините, бардачок, рабочий момент, вот эти вот я высадила, это которые не толстоногие ранние, все они такие разные, ну, всякие нужны, мне вот нравится и с ранними возиться, и потом позднее, вот сегодня посеяла в теплицу, те вообще без проблем, просто семечки накидала, закрыла, будет готовая рассада к началу сезона, ну, а вот с этими возимся только из-за того, чтобы получить ранний урожай. Все, до свидания, желаю вам всем хороших урожаев, не бояться трудностей, когда начинаешь заниматься, некоторые спрашивают, ой, у вас только много рассада, как вы справляетесь, а оно все постепенно, все одно за одно, одно за одно, и к началу сезона все готовы, все вырастут, все. Спасибо.